Итак, ну, всех, конечно же, достало то, что к серьезному Сэму делаются вообще ужасные моды, там, ужасными людьми с ужасной графикой. Поэтому я решил сделать вот этот небольшой урок того, как нужно правильно делать моды. Вот на примере замечательного мода, правда, к сожалению, не к серьезному Сэму, но этот мод, или можно даже, так сказать, игра, потому что он вышел независимо от своего движка, это просто вот наглядный пример того, как нужно правильно и качественно делать моды. Давайте на него посмотрим. Этот мод, или игра, если вам угодно, называется Дуэль, и нам предлагается играть юным лоунменом, можете это перевести, если хотите. В общем, тут говорится о том, что что-то связанное с Диким Западом, впрочем, это не имеет значения. Поэтому давайте выберем самую простую сложность, которая называется Сахарные Ноги, и посмотрим на этот шедевр, потому что на более сложной сложности играть, ставьте сюда какое-нибудь оправдание, потому что я лично не хочу напрягаться. Давайте посмотрим, наконец-то. Нам показывают имя автора и показывают, что это дуэль. Но это сразу, если вы не поняли. И вот мы едем в свой родной город на тележке, на какой-то. И у нас есть рука со сломанными пальцами. Вот видите, каким сильным персонажем мы играем, несмотря на то, что у нас сломанный явно пальц, он спокойно ходит, это у него еще считается 100 хп. Я не знаю, если бы такое у человека увидел, то, наверное, у него там хп полтора осталось. Ну давайте, наконец, выйдем, потому что мы приехали. Вот, знамя закрылось. Это удивительная дверка, как и все вокруг. Просто удивительные тени, замечательно наложены. Зашибись, Call of Duty 3 отдыхает. Пардон, Modern Warfare 3. Вот лошадь, которая нас сюда привезла. Видите, вот она кушает травку тут. Травка, да. Уже все скушала. И, видимо, из-за того, что кушать ей нечего, она очень худая. Вот, давайте ее убьем, чтобы она не мучилась. Вот. Убили беднягу. Ну и вот это вот ее подругу тоже убьем своими сломанными пальцами. О, это, видимо, чувак, который приглядывал за лошадью. Смотрите, явно он мне не нравится. Что-то, что-то он как-то то ли подмигивает, то ли хочет нам как бы сказать, что сейчас мы отгребем за этих лошадей. Ну давайте-ка и с ним разберемся. Вот так вот. Да. Также в игру встроена возможность заниматься сексом в прыжке при нажатии кнопки пробел. А вот это, судя по всему, сюда мы должны зайти к себе на работу. Мы работаем шерифом. Поэтому мы сидим вот на этом стуле и читаем вот эту пиксельную газету целыми днями. Ну возможно, мы можем поискать вот этих вот преступников и получить вознаграждение, чтобы заплатить врачам за то, чтобы они подлатали вот эти вот пальцы. Возможно, тогда удастся убивать плоских лошадей еще лучше, чем это удается мне сейчас. Да, давайте возьмем, наконец, оружие. Атрибут любого настоящего шерифа, как-то шериф без оружия. Выйдем на улицу и будем насаживать правосудие мертвым плоским лошадям. Тележки, которые ехала в стебль на угловатых колесах. Будем заниматься сексом. Зайдем вот в салон и выпьем вот водки. Видите, это виски американские. Да, это же, наверное, это Америка штата Колорадо. Чуть пораньше, чем в Тим Маттинге. И в те времена бутылки были все вот такие вот плоские. Ну, чтобы сэкономить на графике, видите. Явно видно, что автор, он вообще хорошо умеет организовать графическую составляющую. Он просто решил на ней чуть-чуть сэкономить. Там, FPS не портить. Поэтому я его очень уважаю. Давайте еще вот этого вот звука убьем. Он убьем. Явно хочет мне что-то плохое сделать. И проберемся вот сюда. Украдем патроны. И бочки разбить нельзя. Возможно, мне сопринялось бы виски. Виски тут и так достаточно. Давайте же пойдем. Там наверняка происходит ограбление вот этого вот банка. Смотрите, как бандиты. У меня просто нет слов. Это шедевр. Да, ребята. Battlefield 3 отбитает. А вот это, это касса, поняли? Это вот только непосвященные умы могут не понять, что вот это вот касса. Эта игра требует от вас истинка мостовых усилий, чтобы вы понимали, что из себя представляет. Вот это вот, это сейф. Деньги почему-то горят. Но я поджечь себя не могу вот таким костерчиком. Видимо, деньгам тоже ничего не угрожает. Хотя человек не образован и может подумать, что это такой камин. И поэтому там горит костер. Но кто бы топил камин-денгами? Тем более, с вот такой вот наложенной текстурой, никто бы ими не топил. Еще один чувак. Это брат тех других, двоих чуваков. Давайте его убьем так, для галочки. И сходим вот сюда, где ничего нету. Да. Полезная комната. На втором этаже нас ждут еще бандиты. Надо бы выпить виски, чтобы пополнить свое здоровье. Перед тем, как уходить в прерии. Вон, видите, прерии. Мы отправимся в прерии. Будем гулять по ярким фулбрайтовым прериям. Вот только напьемся в виски сначала. О, нет. Походу, это не то виски, которое добавляет здоровье. Поэтому нам придется трезвыми туда идти. И для начала мы заглянем еще вот сюда. О, еще один брат чувака. Ну, этот сильно... Этот мне чувак, походу, еще должен чего-то быть. Давайте мы с ним поквитаемся, заберем свой должок. Который он, вероятно, уже пропил. У него в доме одна спрайтовая бутылка. Или, возможно, это не бутылка. У меня уже голова начинает от этого кружиться. Давайте отправимся в прерии на поиски бандитов. Сюда куда-нибудь. По-моему, мы отсюда пришли. Нырнем в колодец и утопимся в нем. Но это нам не удастся. О, да. Теперь нам точно все удастся. Мы напились за здоровье. Давайте убираться из города. Отправляться вот... Да, вот прерии нам показывают прерии. Мы туда как раз отправились. Играет такой увлекательной музыкой. Только непосвященные пользователи могут не понять, что сейчас мы должны нажать кнопку, чтобы это прекратилось. И чтобы уровень на самом деле начал грузиться. Вот нам показывают какую-то предысторию. И мы падаем из неба посреди фулбрайтовой пустыни. Хотя на самом деле какие-то шметки теней здесь проглядываются. Так что это моя вина, что я ее обозвал фулбрайтовой. Мне очень жаль перед автором. И вот этот вот кактус мне очень нравится. Давайте побьем его голой рукой с сломанным пальцем. У них все равно ничего не будет, потому что... Мы явно играем каким-то далеким предком Чака Норриса, который может рукой со сломанными пальцами бить по кактусу. Вот-вот. И здесь мы наблюдаем просто вот... Такую уникальную архитектуру Америки, штата Колорадо. Точнее, это неестественная такая архитектура. Вот я бы очень хотел побывать вот в таком вот каньоне. Просто замечательно походка. Мне очень нравится вот... Побить сломанными пальцами плоских курей. Вот. И они будут вот так вот умирать. Вообще здорово. Да, ребята, это гениальный мод. В нем можно убивать плоских курей. Я нигде такого не видел. Вообще, Бэтмен в Аркхем Сити отдыхает. Там такого нельзя делать. Давайте мы возьмем еще один револьвер и нас закроют в сортире. И мы не сможем из него выйти. Печально. Ну все, ребята. У меня мои нервы больше не выдерживают. Давайте заканчиваем, пожалуйста.